По странам Евросоюза прокатилась очередная волна антиковидных протестов. В Нидерландах, где впервые со времен Второй мировой введен комендантский час, митинг закончился жесткими стычками с полицией и разгоном протестующих водометами. А в Бельгии выступили против самого полицейского насилия. С подробностями наш европейский субкор Руслан Поддубский. Несмотря на мирный характер, заявленный организаторами манифестации, власти Брюсселя незадолго до начала запретили ее проведение. Судя по всему, не только из-за карантинных ограничений. Акции против полицейского насилия, как правило, привлекают внимание большого количества молодых людей. В последнее время заканчиваются беспорядками. Буквально неделю назад столицу Евросоюза охватили настоящие уличные бои. Местные жители просто собирались громко высказать свои несогласия с тем, как работает полиция. За сутки до этого в одном из районов Брюсселя силовики во время рейда по соблюдению комендантского часа задержали 23-летнего мигранта из Гвинеи, который умер в полицейском участке. И хотя полиция утверждала, что у задержанного просто были проблемы со здоровьем и силу к нему не применяли, демонстранты недолго слушали такие аргументы. Камни, петарды, горящие машины и даже поджог полицейского участка с одной стороны и водометы, газ и дубинки с другой. Больше сотни задержанных, уголовные дела и еще более жесткие условия для уличных акций. Но даже несмотря на запреты, они снова вышли. Мы не можем оставаться в стороне, когда происходят такие события, когда наша полиция и органы юстиции превращаются в расистские организации. Где наши законы о равенстве? Нам кажется, что они перестают работать в Бельгии. В этот раз полицейские недолго наблюдали за происходящим, очень быстро стали зачищать центральную площадь, пресекая любые попытки молодежи собраться в группы и рассоредоточиться по кварталу. Тех, кто попытался прорвать оцепление, доставили в участки. По данным городских властей, в этот раз все обошлось арестами и предупреждениями. Не так, как в соседних Нидерландах. Такого массового протеста и противостояния полицейским Нидерланды не видели очень давно. Скопившейся усталости от действия одного из самых жестких на сегодняшний день локдаунов в Европе, который власти ввели еще до Рождества, добавилось введение комендантского часа. Теперь гражданину королевства нельзя выходить из дома без уважительной причины с 9 вечера до 5 утра. Я не согласна с реальной политикой в Нидерландах, ограничениями свободы. Мы все говорим о слабых пожилых людях. Это, безусловно, правда. Пожилые люди уязвимы. Но есть также много уязвимых молодых людей. И молодые люди — это будущее этой страны. Наши СМИ не всегда показывают наши протесты. Но я надеюсь, что мы все же донесем наш голос до правительства. И это голос, говорящий «нет». Мы уверены, что идем в неправильном направлении. Запреты — это неправильный путь. Просто объясните это детям 8-9 лет. Что им должен сказать? Сначала мы подождем британской мутации, южноафриканской мутации и бразильской мутации. Никаких перспектив вообще не предлагается. Сколько нам жить в заперти? Если в столице Нидерланда все действительно больше было похоже на митинг с плакатами, требованиями и обращениями к правительству и медиа, то в городах поменьше вспыхнули настоящие беспорядки. Самые жесткие кадры пришли из Индховена. Чтобы рассеять толпу, почти сразу в дело вступили полицейские водометы. Даже несмотря на почти нулевую температуру воздуха. На этом видео удар из бронспойта. Струя попадает девушке прямо в голову. От удара ее бросает на бетонную стену. Спутник пытается вывести ее из горячей точки, ведь буквально через несколько минут протестующие пойдут в атаку на полицейские кордоны. В силовиков полетели брусчатка и камни. В ответ слезоточивый газ и другие спецсредства. Противостояние длилось несколько часов, но с темнотой ситуация вышла из-под контроля. Как это часто бывает, к идейным протестующим присоединились хулиганы, которые принялись громить магазины и поджигать автомобили и мотоциклы. В небольшом городе Урк, недалеко от столицы, толпа сожгла мобильный центр по забору тестов на коронавирус. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже заявил, что случившееся ничего общего не имеет с протестом, и все виновные будут жестко наказаны. То, что мы увидели, не имеет ничего общего с борьбой за свободу. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему соответствующим образом. Мы приняли все эти меры не для развлечения. Мы сделали это, потому что мы боремся с вирусом, и этот вирус отнимает нашу свободу. Это из-за вируса нам пришлось принять эти ужасные меры, такие как закрытие школ, введение комендантского часа, ограничение времени, в течение которого мы можем видеть друг друга, правило полутора метров. И мы должны победить в этой борьбе с вирусом, потому что это единственный способ вернуть нашу свободу. Около 200 задержанных и десятки административных и уголовных дел. Таков предварительный итог протестного уикенда в Нидерландах. Городские власти и бизнес подсчитывают материальный ущерб. Пока следователи восстанавливают картину произошедшего, сотрудники, которые занимаются аналитикой, предсказывают новые масштабные манифестации в ближайшие недели. Тем временем нидерландские спецслужбы стали фиксировать в социальных сетях призывы выходить на акции неповиновения с оружием в руках.